Ва калле Яхья ибн Абий Кафир, ас-суннату кааазиятуна аля китаби, ва лейсал китабу каазиятана аля сунна. Яхья ибн Абий Кафир говорил, сунна кааазиятун аля китаб как бы решает, или как можно сказать, разъясняет книгу Аллаха. Это более правильно, потому что некоторые, как имам Ахмад, они не говорили эти слова, ас-суннату каазияту, потому что как-то смысл не совсем подходит. Лучше говорить о суннаху туфассиру ль-китару. Сунна, восстаник Аллаха, салаллаху алейкум, разъясняет книги. Это лучше. Вопрос вам, как это, то есть как сунна разъясняет книги? Мы это говорили на прошлом уроке. То, что в книге не указано обширно, в Коране не указано, в некоторых моментах обширно, а сунна пророком... То есть давай вот так вопрос тебе дам. Человек, который говорит, что я буду следовать только книге Аллаха. Он не может следовать книге Аллаха, так как книге Аллаха не указано что-либо делать так или иначе. Например, возьмем намаз, там написано поклоняйтесь Аллаху, Но не указано, каким образом, какой намаз совершать утром. То есть там сказано поклоняйтесь Аллаху, это общим. Там и сказано совершайте молитву. Да, совершайте молитву и как ее совершать. А как ее совершать, где? Тоже не указано. Это в сунне, в ослане к Аллаху. Это в сунне. То есть в Коране мы находим общие приказы. Совершать молитву, уплачивать, закат, бояться Аллаху и так далее. Правильно? Находим что-то, то есть имам, ислам, однако разъяснение всего этого, где? В сунне посланник Аллаху, поэтому ученые говорили, «Ас-суннату туфассируль титан». То есть сунна разъясняет книгу Аллаха. И тот человек, который говорит, что я не буду брать сунну, как имам Бар-Бахари говорил, не сомневайся, что этот человек, у него зандерка здесь, кухар внутри. Теперь как бы следующий афр, как будто бы разъясняет, почему книга разъясняет сунну. То есть, как Хасан ибн Атия говорит, «Кана Джибрил, алейхиссалам, янзил аля Расули Аллахи, салаллаху алейхиссалам, без сунна, кама янзил алейхи, бил Кур'ан». Джибрил, алейхиссалам, не спускался к Мухаммаду, салаллаху алейхиссалам, с сунной, так же, как он спускался к нему с Кур'аном. Это очередной довод на то, что сунна – это вахи, откровение. «Ва ю'аллимуху и я, кама ю'аллимуху л Кур'ан, и обучал его сунне, так же, как он обучал его Кур'ан». То есть сам посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалам, брал знания у Джибрил, алейхиссалам. Джибрил, алейхиссалам, разъяснял ему религию. Это очередной довод на то, что нужно брать эти знания у кого? У тех, кто обладает этими знаниями, а не просто из Кур'ана или же из сунны и так далее. То есть не самоумно, прямо. А учиться у тех, которым Аллах даровал эти знания, понимание этой книги, понимание сунны. Да, мы не говорим «слепо следует кому-либо». Мы не призываем «слепо следует кому-либо». Посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалам, махсум, не ошибался. Аллах его исправлял, он не ошибался, он был отправлен в послание. После него любой человек может ошибиться. Поэтому мы говорим «берем знания ученых, однако мы слепо не следуем». Мы не следуем «слепо следует». Какой довод из Кур'ана, который подкрепляет то, что мы сейчас прочитали? Кто скажет? Не могу. Как? Как? То есть, в Кур'ане сказано, что он не говорил от своих страстей. Это откровение. Это подкрепляет. Хадис. Субтитры подогнал «Симон»! Тихо! Тихо! Продолжение следует...